Субтитры делал DimaTorzok Сирена вместо будильника. В Абруском районе горела баня. Нужно незамедлительно позвонить в МЧС по 101, либо 112. Какие причины приводят к ЧП? Яблочное изобилие. Православные верующие отмечают преображение Господня. И дай Господь, чтобы мы очищали себя. Как принято праздновать. А также отечественная техника, туристический маршрут и медицинские показания. Минздрав составил список заболеваний, из-за которых можно не посещать уроки. Что в перечне? Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. На это обратил внимание президент во время поездки в Пружанский район. Александр Лукашенко напомнил, сейчас одна из важнейших задач – уйти от импорта. В противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий. При этом глава государства обратил внимание, что и производителям следует обеспечивать гарантийное обслуживание машин хотя бы в течение трех лет. Я был в Америке давным-давно, приезжаю в фермерское хозяйство, стоит Джон Дир, захожу в другой бокс, такой дохненький МТЗ-50. Ужас! Такой! Я говорю, слушай, что это такое? Ну я обрадовался, думаю, МТЗ-50, у нас уже их и не было. Я говорю, как-то так. Он подошел, обнял этот трактор и начал целовать. Фермер американский. А что так? Это, говорит, дурница, мои дети не расплатятся за него, за Джон Дир этот там. А это, говорит, тракторок, он до сих пор у меня работает. Говорю, ну ты патриот. Ну белорусов таких нет. То есть, если по-человечески относиться, так и 50 лет трактор будет ходить. Почему у частника он ходит? Но я 50 лет не ставлю задачу, 15 лет. А дальше будем смотреть. Ну надо по-крестьянски, ты же деревенский ходишь. Ну, значит, поймешь, что надо беречь. Это большие деньги. Нельзя без алаберных техники относиться. Президент посетил хозяйство «Журавлиное». Помимо докладов о ходе сельхозработ и социально-экономическом развитии региона, глава государства ознакомился с различными сортами и гибридами рапса, продукцией, производимой из семян этого растения. В центре внимания также технология возделывания культуры, севозимых. Александру Лукашенко представили образцы отечественных сейлок. Вред государству и его имиджу в Бобруске прошло заседание горы с полкома. Обсудили меры по борьбе с коррупцией. За полгода отмечается рост уголовных дел. Выявлено 53 преступления. Из них 23 из категории тяжких. Чаще всего это хищения, взятки и злоупотребления служебным положением. В Могилевской области ущерб составил почти 5,5 миллионов рублей. Больше 70% приходится на наш город. Проверки показывают, что в предприятиях и организациях города нарушения в этой сфере распространены и многочисленные. Коррупция наносит вред не только самому государству, но и его имиджу. Одна из самых распространенных проблем – нарушение при закупке товаров. Причина – недостаточная квалификация сотрудников, так как организация не проводит обучение. На заседании поставили задачу руководителям – отчитаться по этому вопросу нужно до 1 декабря. Без жертв, но с материальным ущербом. Накануне в Бобруйском районе горела баня. ЧП произошло в садовом товариществе «Радуга» в 11-м часу вечера. Тревогу забила хозяйка. К моменту прибытия спасатели из здания уже полыхало, и огонь мог перекинуться на соседние дома. Предварительная причина – нарушение правил использования электрооборудования. Спасатели по-прежнему напоминают, что если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, в данном случае пожара, нужно незамедлительно позвонить в МЧС пост-101, либо 112, сообщить диспетчеру точный адрес и что происходит, для того, чтобы спасатели моментально среагировали на данное сообщение. Причины пожаров почти всегда типичны, но от этого не менее страшны. В Бобруйске районе количество огненных ЧП перевалило за сотню. Это только с начала года. По стране цифры еще печальнее – больше трех с половиной тысяч. Экспортный рост, лесной запрет и золотой треугольник. Беларусь и Россия запустят совместный туристический проект. Какой маршрут? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь компенсировала 80% выпавшего экспорта в Украину и страны Запада. Вырос объем поставок в Россию и Китай. В частности, это касается грузовиков, автобусов, продукции металла и деревообработки, стройматериалов, продовольствия и других позиций. В стране начинает расти число случаев заражения COVID-19. На данный момент увеличение незначительное, и теперь заболевание становится больше похоже на сезонное. Вспышка коронавируса ожидается раньше, чем гриппа. Ждут медики ее в сентябре. В Беларуси и Россия создадут совместный туристический проект. В планах запустить семидневный автобусный маршрут Москва-Минск-Санкт-Петербург. Сейчас между столицами можно передвигаться и на самолете, и на поезде. Но все достопримечательности остаются за стеклом. Изменить это собираются уже к концу сентября. Минздрав составил список болезней, которые станут основанием для освобождения от уроков труда до призывной и медподготовки. В перечне заболевания глаз, ренит, ларингит, нарушение вестибулярной функции, саркоидоз. Постановление вступит в силу с 1 сентября. Синоптики прогнозируют знойную погоду на выходных. Температура достигнет 32 градусов. Лесные запреты введены практически во всех областях. Отдых на пляже в такую погоду лучше проводить до 12 или после 16 часов, когда солнце менее активно. Стоит избежать употребления алкоголя и дать предпочтение простой воде. Вкус Средиземноморья. Уже в субботу у Бавруйски стартует гастрофестиваль. Организаторы – редакция газеты «Бавруйское житё». На каждое блюдо фиксированная цена – 22 рубля. Кулинарное мастерство продемонстрирует 11 заведений. Среди них и пицца «Браво». Шедевры итальянской кухни оценила Татьяна Горбач. Астория французская и фруктовая. Три итальянских блюда диаметром 21 сантиметр, всего за 22 рубля. Такой сет предлагает пицца «Браво». Мягкое воздушное тесто, неповторимый аромат и идеальная начинка. Томаты, моцарелла, маслины, ветчина, салями, изысканные соусы и ароматные травы. Природный вкус и ничего лишнего. Секрет нашей пиццы, наверное, в печи. Там очень большая температура. И тесто так замешивают, что в обычной печи дома такое не приготовишь. А оно быстро схватывается, тонкое, бортики создаются, хрустящее, все еда. Кафе работает по принципу максимальной открытости. Гости могут видеть, как готовится заказ. Кулинарному мастерству обучал итальянский повар. Сортов пиццы столько, что сложно выбрать любимую. Одним придется по вкусу традиционная мясная, другим – с морепродуктами. Есть и экзотическое, фруктовое. Тесто изготовлено на сметанной основе. Начинка – банан, киви и голубика. Плюс ягодный топпинг. Совершенный десерт придется по вкусу и детям, и взрослым. Особенно в сочетании с кофе или коктейлем. Средиземноморский флёр – часть фирменного стиля. Красный кирпич и деревянные столики создают атмосферу настоящей Италии. Здесь можно забыть про бешеные ритмы современной жизни. Никуда не спешить и насладиться вкусом блюд. А удовлетворить свой аппетит действительно есть чем. Помимо пицц у нас есть еще большой ассортимент блюд, которые гости могут наши попробовать. Есть и салатики, есть супы, есть суши, есть гарнирчики, есть десерты очень вкусные. Также у нас есть акция с понедельника по пятницу с 12 до 3 часов. Гости могут пообедать с 20% скидкой. Дни рождения, свадьбы и шумные вечеринки – не проблема. Стильный, просторный и торжественный банкетный зал рассчитан на 30 человек. Работает кафе ежедневно с 9 до полуночи. Гастрофест, напомним, стартует уже в эту субботу. Организатор – редакция газеты «Бобруйское житё». Пицца Браво приглашает гостей. И бон аппетиту. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Торжество обновления. Православные верующие отмечают преображение Господня. В народе яблочный спас. Это один из главных христианских праздников, связан с событиями, описанными в Евангелии, когда Иисус Христос на горе Фавор явил своим ученикам Петру, Иоанну и Якову божественную сущность. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, прихожане несут в церковь корзины с фруктами для освящения. Сегодняшний праздник – это, прежде всего, напоминание нам о том, что мы все призваны к преображению своих чувств, своих мыслей, своей воли, которые должны быть чистыми и непорочными перед Богом. И дай Господь, чтобы мы очищали себя, чтобы мы себя в покаянии приводили к Богу, и тогда свет Божества будет только в радость и утешение. Преображение Господни выпадает на Успенский пост. Из рациона необходимо убрать мясо, жирную пищу и алкоголь. Тем не менее, день считается праздничным, и употребление рыбы, вина и яблочной выпечки не запрещается. Это второй спас. Всего их три. Позади медовый, впереди ореховый или хлебный. Отмечают его 29 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин